поразмышляем над мыслями и так если вы сбиты с толку первое что надо перестать делать это действовать часто в стрессовой ситуации ситуации непонятны неизвестны которые люди оказываются впервые люди начинают люди ломают люди могут наловать наломать очень много дров под воздействием эмоций в состоянии растерянности когда сбиты с толку вот именно в эти моменты нужно обращаться к психологам обязательно обязательно чтобы не сделать хуже чтобы не причинить больший вред но мы знаем особенно вот то что касается отношений допустим межличностных отношений изменил изменила люди сжигают квартиры отрубают руки причиняют там вред вообще я хочу сказать что желание причинить максимальный вред другому без последствий для себя это нормально нормально но желание да потому что что инвестированы чувства инвестированы деньги средства друг другу относились как к объекту как к товару как вещи мы знаем что подобное притягивает подобное и конечно ревность и желание отомстить желание причинить максимальный вред другому человеку вследствие измены возникает у тех пар которые не знают что такое принципы безусловной любви которые относились друг другу как к средству все два момента первый момент это то что незрелые отношения ним не построены на мудрости на принципах безусловной любви и второй момент это да вот и второй момент это потребительское отношение друг другу и инвестированные чувства я как бы покупаю любовь и ты мне должен должна я инвестирую чувства свои ты мне должен должна ты моя вещь ты принадлежишь мне хотя мы знаем что никто никому не принадлежит и ничего не должен и что любые отношения начинаются и заканчиваются имеют начало и конец и поэтому вот эти потребительские отношения но это ведь не только в наше время я читаю камасутру сейчас да там отдельная глава большая посвящена куртизанка в роли джо вот такие куртизанки в роли джо потребительские относятся ты меня содержишь я с тобой как только я нахожу более выгодные условия я тебя ухожу в другом в другом человек ешьте содержал я там отдавал тебе последние а ты такая тварь и да все он он это понимал был вовлечен в эти геймы в эти потребительские отношения и она расплата очень серьезные люди причиняют друг другу вред мы знаем отрубают руки сжигают квартиры и масса всего происходит ужасного мужчины вот оставляют своих жен с детьми абсолютно ни с чем нанимают адвокатов и у жены ничего нет и трое детей на руках это нищета никак не помогает ужасные ситуации вот оно потребительское отношение красивая женщина вот она кукла кукла моя вещь что-то что-то пошло не так все выбросил на помойку так вот в таких ситуациях многие сталкиваются с этим вот огромное количество разводов что делать обращаться к психологу первый раз столкнулись с этой ситуацией нужна помощь обязательно чтобы не сделать хуже и потом не нести ответственности уголовной уже либо не потерять то что есть то что осталось психолог поможет справиться объяснит осознанность вы успокоитесь будете работать вы сэкономите гораздо больше денег вы сохраните свои деньги свое имущество и самое главное свое здоровье здоровье превыше всего вот такой момент поэтому если не знаете как действовать и что происходит если вы в стрессе если вы запутаны если ошарашены огорошены нашокированы да дезориентированы не действовать не делать ничего затаиться и направиться к психологу на консультацию я принимаю можете обратиться ко мне и не сомневайтесь решение будет самым лучшим самым выгодным для вас мы придем к этому что дает консультация это бесценно это бесценно дает высвобождение чувств осознание и инсайд и успокоение вы будете уверены в себе смену роли дает вы из жертвы становитесь хозяином своей судьбы вы начинаете действовать разумно разумно действовать нужно только разумно неразумно не действовать вообще если неразумно дальше когда что-то очень прозрачно ясно чисто тогда и нет выбора тогда и не нужно делать выбор его и нет вы просто действуйте в соответствии с этой ясностью чистотой прозрачностью это джиду кришнамуртия во всем нужна прозрачность в предыдущем ролике я говорил про то как обманывают пожилых людей на одном примере там все не ясно все не прозрачно там обман там за этими словесами скрывается вот эта вот темная мутная водичка в которой ловят рыбку поэтому негативные эмоции вот что такое негативные эмоции негативные эмоции это то что призвана их цель этих эмоций исказить картину мира исказить картину реальности исказить чистоту прозрачность отношений ужасно негативные эмоции это ужасно также как и негативное мышление негативные эмоции провоцируют негативное мышление оно искажает и ясности прозрачности чистоты нет а это что если нет чистоты то все начинается начинается нарушится просто люди не хотят жить тогда они поступают невыгодным для себя образом они формируют врагов они теряют здоровье мы знаем что на стресс на любой стресс иммунитет дает ответ на постоянный стресс самый серьезный человек заболевает надолго аутоиммунные заболевания пожалуйста результат постоянного стресс сильнейших потрясений это все следствие негативного мышления а негативное мышление следствие чего отсутствие ясности прозрачности поэтому я считаю что вот это вот обман вот это мошенничество но должно вообще приравниваться к убийству вот если уж так вот на юридический план это переводить все и конечно нужно добиваться прозрачности и ясности и и что цель что ценится больше всего это знаете больше всего ценится а чистота намерений и вот это то увидеть сложно умные люди это понимают видят умные тонкие проницательные ну а большинство то не такие же совсем большинство то предпочитает и обмануться и не видеть не замечать игнорировать игнорирование это тоже форма негативных чувств когда вы не хотите видеть вещь вещи и людей и ситуации такими какие они есть мы убегаем игнорирование это избегаем вот когда мы увидели ситуацию такой какая она есть да допустим там садист психопат мы знаем что вот этот человек такой да тогда нужно от него держаться подальше вы его не исправить и не измените а вот если вы даже не знаете ничего а уже убегаете игнорируете вот это проблем это поэтому всегда нужна ясность полная а полная ясность а тот кто живет в состоянии ясности прозрачности чистоты эти люди не испытывают негативных эмоций это очень светлые личности очень позитивные люди люди полные любви они с любовью относятся я предыдущем ролике рассказывал какую драму закатила там председатель товарищества как она начала там возмущаться тем что люди не благодарны на самом деле чем она возмущалась она заработала на этих людях и она возмущалась разоблачением неправды разоблачением обман потому что картина теперь стала ясной что обмануть то получилось но обман был разоблачен и теперь доверие к ней нет и все дальнейшие планы по обману людей они под вопросом большим и она сможет продолжать обманывать людей до тех пор только в том случае если не вмешается прокуратура правоохранительные органы которые только они могут защитить людей больше никто поэтому нужно ясность негативные эмоции если у человека вот смотрите чистота вот это ключевое слово чистота прозрачность если у человека чистое намерение если он любит если позитивное мышление он желает он любит себя и других желает добра он не будет испытывать негативные эмоции обман порождает негативные эмоции почему он может быть разоблачен когда разоблачают обман человек испытывает негативные эмоции почему среди политиков столько негативных людей потому что их разоблачен почему столько негативных вообще негативно мыслящих людей потому что у них не чистые намерения грязные намерения мутные люди сволочи сволочи твари подонки они испытывают негативные эмоции чистый человек открытый человек 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 позитивный добрый любящий у которого нет там с задней мысли да и желание поймите обмануть нагреть руки нагреть навариться это человек абсолютно позитивный он жизнерадостный веселый любящий он спит хорошо есть хорошо у него вибрации хорошая энергетика хорошая вот вам пожалуйста там где негатив все в этом человеке проблема поэтому нужно полная прозрачность это вот это была такая раньше идея говорили об этом очень часто транспаренции транспаренции во всем вот в политике в экономике в общественной жизни сейчас не говорят сейчас о правах человека не говорят тоже раньше много говорили сейчас не говорят эти негатив победил негативное мышление вот это вот грязь победила грязь я бы не сказал что она прямо победила уже до борьба это продолжается как бы добра и зла чистоты и грязи но тем не менее где-то вот она до победил но есть государство где действительно мы видим улучшение ситуации улучшается жизнь есть рост благополучия есть меняется отношение к людям лучшую сторону забота до проявляется забота в социальной сфере люди более защищены германии например возьмем да вспомним там историю да даже двадцатый век но это скачок был прорыв рывок у германии потрясающе потрясающе вот германия это но я бы сказал историю успеха это невероятно невероятно трансформации с такого дна подняться и так поменять отношения к людям удивитель удивительная страна ну не только германия так дальше дальше всем людям с добрым сердцем однажды вы получите все чего вы заслуживаете будьте добрыми друзья мои это есть круговорот добра есть карма все возвращается я с этим столкнулся в своей жизни я это на себе все испытал то чем я говорю да и зло возвращается тоже зло тоже возвращается мы не знаем мы многого не знаем многого вот как работает подсознание вот что мы знаем что подсознание может все и действительно я постоянно сталкиваюсь с этими чудесами которые я не могу объяснить но это работает то же самое и с добротой будьте добрыми и добро к вам вернется я в своей жизни столкнулся с этим я помогал людям и финансово помогал и защищал людей их интересы вот потому что страшно особенно системой система иметь дело страшно очень многим и нужна поддерживающая среда обязательно вообще нужна поддержка нужно любому человеку вот и потом когда мне понадобилась помощь мне помогли тоже чем даже я из самых неожиданных мест это помощь приходила я это меня поразило больше всего что меня больше всего поражает это не зло ну зла много и действительно меня поражает добро меня поражает добро которое делают люди как они проявляют себя и как вообще сама вот на это для меня и даже и мистика да конкретный человек конечно делает добро но вот как она она действительно возвращается вот это вот удивительно удивительно поэтому вы получите все чего вы заслуживаете если вы делаете зло вы получите зло если вы делаете добро вы получите добро обязательно обязательно все что в нашей жизни происходит как мы с вами знаем это происходит или потому что мы это заслужили или потому что мы это допустили так время имеет способ показать нам то что действительно имеет значение в нашей жизни со временем мы это понимаем не сразу не сразу но со временем мы понимаем что действительно имеет значение в жизни в нашей поэтому самое главное в жизни это любовь это отношение с людьми вот я вчера был вчера меня пригласили на одно мероприятие очень интересный концерт был домашний концерт вот я там тоже выступил пел свои песни и веселился развлекал людей и вот значит мне очень понравилась фраза хозяйки она сказала что ну вот дом вот это все да это все не нужно если нет любви если нет друзей если нет творчество отношений развития развития вот она права она это искренне сказала по мне это это правда ну что толку иметь дом если ты там как сыч один никому не нужен если нет у тебя любви близких людей если если у тебя нету положительных эмоций ты не можешь ни с кем свою радость разделить быть вот испытывайте счастье 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 мы знаем да у тех кто смотрит ролики мои про счастье я скоро продолжу снимать записывать эти ролики на тему счастья так вот экзальтация экзальтация восхищение экстаз восторг радость вот это дают нам счастье если нет этой счастливой жизни зачем это имущество все оно не нужно оно не приносит радости ну есть дом но ну крыша над головой и что просто ты скажем так спасен от катастрофического выравнивания температур только и всего да защищен от агрессивной природы агрессивной внешней среды только и всего но без счастья без любви без творчества без вот этих чувств которые я перечислил и многих других которые я еще не перечислил да обожание восторг все это просто просто вот дом да просто сооружение а дом это атмосфера всегда да вот настоящий дом это атмосфера атмосфера праздника вот праздники нужны когда я вчера был на празднике и сам устроил праздник людям ну вот прекрасно я люблю праздники люблю праздновать это и есть настоящая жизнь так что время да и вот время мне тоже показало что что на самом деле ценно вот я раньше за деньгами гонялся вот у меня был бизнес все за что я брался я успехов достигал конечно же работал по 14 часов я вообще шести лет работаю оказывается вот зарабатывал деньги все машина так далее все что полагается иметь не в этом счастье точно не в этом счастье в психическом здоровье я вот вам сейчас признаюсь счастье в психическом здоровье счастье в творчестве счастье в развитом интеллекте счастье в людях которыми ты себя окружил подобное притягивает подобное если рядом с тобой люди творческие счастливые глубокие умные проницательные тонкие талантливые даже гениальные счастье это счастье это и есть вот это и есть вечные ценности дружба любовь самореализация здоровье на первом месте психическое здоровье конечно без него ничего не будет если вы зажигаете лампу для кого-то свечу лампу для кого-то еще она так же будет гореть и для вас она так же будет освещать и ваш путь это очень важно когда мы помогаем другим мы помогаем себе вот психологи это прекрасно знают я могу помочь человеку я освещаю же и свой собственный путь поэтому я говорил об этом что больше всего меня и восхищает в людях это вот когда человек достиг дна на дне находится ад прошел в аду в аду и вот он из этого ада выходит в рай попадает в рай вот это трансформация я здесь помогаю да я помогаю человеку все правильно но я даю этот свет я освещаю путь и когда я помогаю мой путь тоже освещается мне тоже хорошо от этого от этого порой да это очень энергозатратно это я же отдаю энергию свою знание время да и так далее вот но мы проходим часть пути вместе я поддерживаю но но результат какой прекрасный это трудный путь но мы его проходим но нам под силу под силу все по нашим силам нам дается всегда каждый кого вы встречаете всегда спрашивает есть ли у вас карьера женаты ли вы есть ли у вас дом как будто жизнь это список покупок в магазине но никто не спрашивает даже не спросит о том счастливы ли вы действительно поэтому так мало счастливых людей в основном все вот вот потребители иметь что-то но не быть счастливыми вот это состояние счастья а это что это состояние души нашей психики духа духоносность духоподъемность жизнерадостность одухотворенность это же важно это же кто понимает тонкие люди понимают это да конечно неандертальцы не понимают какие там у неандертальцев разговоры про счастье ну никаких ну так поэтому они и вымерли и динозавры вымерли неандертальцы вымерли потому что не стремились к счастью просто делали карьеру себе ну там да ну какая там была карьера в то время ну мамонта там вождь племени например вот быть вождем вот этих вот неандертальцев вот карьеру сделал человек ну руководит вот или там культ какой-то создать тоже карьера да вот гордились этим вымерли правильно потому что потому что только это было а больше ничего должна быть более высокая цель и более тонкая потому что выживают всегда более тонкие тонкие люди более гибкие стремящиеся к свету к лучшему к счастью потому что ну негатив что ну вот это убийство люди убивают друг друга вот крайняя форма проявление негативного мышления войны да убийство а позитивное мышление но наоборот жизнеутверждающие это спасение людей да это изобретение там лекарств вакцин изобретение ну всего того что облегчает жизнь это наш понимаете конечно наш мозг очень сложно устроен и мы устроены сложно да вот так вот но это вот вызов для нас потому что самом деле все должно быть просто вот чем проще тем лучше но мы так сложно устроены что мы и усложняем себе всю жизнь тоже поэтому помнить всегда вот эти три волшебных слова легко красиво свободно легко красиво свободно общаться легко одеваться свободно вести себя красиво жить красиво что значит жить красиво когда тебе легко и свободно когда когда ты свободен когда все легко и красиво И когда легко, когда красиво, все, и свободно. Вот в отношениях возьмем, да, вот легкие отношения. Рядом с кем дышится легко, с человеком красивым и свободным, да, он тебя не ограничивает ничем, не навязывается, не навязывает любовь, не выпрашивает любовь, не манипулирует тобой, ты свободен. Поэтому, все красиво и легко, с таким человеком, и вот ощущения, вот эти три важные момента, компонента, элемента, да, всего касается. То же самое работы касается. Если там, ну, мы знаем, от работы кони дохнут, да. Вот если человек ухайдокивается на работе, просто как труп уже туда, оттуда полуживой выползает, доползти до кровати и там свалиться просто и забыться и отсыпаться, все. Это ненормально. Это ненормально. Такая система у нас и существует, экономического рабства, но это далеко от счастья. Поэтому депрессия, поэтому все. Негативное мышление. Искаженность. А негативное мышление искажает реальность, да, поэтому мы живем в такой долбанутой реальности, по сути, да. Ненормальный. Вот в этой ненормальности живем, в этой аномальности. Мы уже привыкли к этому, потому что негатив. Это другого мы не знаем. Но те, кто узнал, те, кто побывал в раю, узнал, что такое позитивное мышление, но они туда не хотят уже. Вот это и есть качество жизни. Меняется качество жизни сразу. И в отношениях. Поэтому, когда ты стал принцем или принцессой, ты не хочешь опускаться на... Или мудрецом, да. Ты не хочешь опускаться на минус первый уровень треугольника Карпмана, где преследователь, жертва, спасатель. Это уже не для тебя. Уже... Нет, нет, ребята. Живите, как хотите, да. Бейтесь головой об стенку, но... Расшибайтесь себе лбы, но это... Это ваш выбор. Дальше. Когда жизнь хорошая, сладкая, скажи... Поблагодари. Поблагодари. И празднуй. Когда жизнь горькая, поблагодари и расти. Вот. Все работает на нас. Когда нам хорошо, да, давайте праздновать и все. Наслаждаться жизнью. И от трудностей пришли в жизнь, не надо драматизировать. Они в нашу жизнь приходят не случайно. Они приходят для того, чтобы мы вырастали. Поэтому стресс, негатив, так же полезны. Так же полезны для нас, как и сладкая жизнь. Хорошая жизнь. Дольче Вита. Да? Ну... Ну, наслаждайтесь. Вот. В моей жизни все так и было. И сладкая жизнь, и горькая жизнь. Вот. И... Все работает на меня. В результате-то я понимаю, что все на меня работает. И я еще больше эту жизнь люблю именно за это. За эти перепады. И благодарен за все. Всем благодарен. Даже подонкам. Даже негодяям. Которые встречались в моей жизни. А я им благодарен. Даже тем, кто не помог. Или, там, наоборот, причинил мне большой вред и ущерб. Я благодарен, потому что благодаря этим людям я стал умнее. Просто помню. А это очень круто. Очень круто. Быть умным человеком. Быть проницательным. Тонким. Сомневаться. Размышлять. Ценить себя. Я стал ценить себя больше. Потому что я ценил когда-то больше деньги. И... То, что можно на них купить. А сейчас я ценю себя. Люблю себя. И то, что ни за какие деньги не купишь. Вот. Вот что произошло. Благодаря подонкам негодяям. И добрые люди. Вот те великие. Великие люди, которых я встречал в своей жизни. Я их всех помню. Все эти встречи. Вот. Как писал Мартин Бубер. Всякая подлинная жизнь есть встреча. Так вот, конечно, встретить великого человека. Умнейшего. Гениального. Доброго. Любящего. Это... 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 Ну, это невероятно. Но вот личность встретил ты. Личность. Все. Ты понял. Ты растешь. У нас-то дебилы, что они им завидуют. Этим гениальным людям. Да, великим. Зависть. Потому что негативное мышление. Они же себя сравнивают. Понятно, что они не могут... Не могут себя поставить рядом с ними. А я наоборот. Я рос благодаря таким людям. Развивался. Становился лучшей версией себя. Это был для меня стимул. Мотивация. Развиваться. Расти. Двигаться вперед. Работать над собой. Вот. Многих уже нет в живых. Но вот память о них остается. Они живут в сердце моем. И... Многие люди же влияют друг на друга. Мы знаем это. И люди меняются. Люди меняются. Психокоррекция происходит. Мощнейший характер. Я начал заниматься психологией тогда, когда я осознал силу слова и силу мысли. Я об этом говорил, да, тоже. Когда я понял, что можно скорректировать и свой характер, и характер другого человека. А поменять характер, это значит поменять судьбу. Как это интересно. Поэтому вот я убедился в этом. И занимаюсь психологией теперь. И вот я вижу результаты. Потрясающие результаты. Потрясающие. И свои собственные, и других людей, которые ко мне обращаются. Невероятно, что происходит. Люди сами себя не узнают. Как это круто оказывается. Какой потенциал в них заложен. И что будем благодарны. Учитесь. Учитесь чувствовать себя хорошо. Кайфовать. Наслаждаться жизнью. Не будучи приглашенными куда-то. Не будучи включенными в какие-то процессы. Не будучи признанными. Для меня абсолютно не важно быть приглашенным, включенным и признанным. Я наслаждаюсь жизнью. Пишу песни свои. Пою для себя. И вот это самое важное для меня. Самореализация. Мои таланты работают на меня. На поддержание моей жизни. На то, чтобы я хотел жить. Чтобы я жил интересно. Легко, красиво, свободно. Чтобы я взял от жизни все. Испытал все, что можно испытать. Хорошего. Вот. Чувствовать себя хорошо в любой ситуации. Не зависеть от других. Что кто-то меня признает. Скажет. Вот. Ты заслужил. Там, да. Нет. Я это делаю не ради признания. Там, какие-то добрые поступки совершаю хорошие. Нет. Я это делаю для себя. Для себя. Потому что мне хорошо. Я себя признал. Теперь, когда я куда-то вхожу. Меня не волнует, что обо мне думают. Меня волнует то, что я думаю о других. Что это за люди вообще? Куда я попал? Что это за окружение? Достойно ли оно меня? Самое главное. Так что наслаждаемся жизнью. И кайфуем. И работаем на себя. Думаем о себе. И раскрываем свой безграничный творческий потенциал. Спасибо за внимание. Комментируйте, пишите. И задавайте вопросы. Приобретайте нашу психотерапевтическую продукцию. Благодаря ей во многом я такой, какой есть. И это очень хорошая, очень помогает, очень хорошая терапия. Очень хорошая терапия. Очень полезная терапия. Всем. Описание. Информацию о продукции психотерапевтической вы найдете в описании к данному видео. Посмотрите. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok